Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня 10 февраля, пятница и последняя торговая сессия на текущей неделе. Она, возможно, принесет нам отличные торговые возможности, и сейчас мы узнаем почему. Главным событием вчерашнего дня стал, безусловно, разворот по основным валютным парам, по фунт-доллар и евро-доллар мы наблюдали. Существенное снижение в ходе американской торговой сессии, и причиной тому было заявление Трампа. Вот как раз-таки на этом сейчас сделаем основной акцент в начале нашего сегодняшнего брифинга. Напомним, что вчера мы ожидали с большим нетерпением выступления главы Банка Англии и Карни, так как рассчитывали, что он даст свои комментарии по поводу нарастающей угрозы инфляции в стране, а также даст посыл по своим мерам и мерам своих коллег в отношении процентной ставки Великобритании уже в ходе ближайшего заседания. Центрального банка этой страны. Мы знаем, что несколько было заявлений сделано на текущей неделе по поводу того, что может быть ставка в Великобритании повышена, и, конечно, все покупали фунт в начале торговой сессии, в ходе европейской сессии, и мы могли видеть, как несколько увеличивались котировки на пару фунт в доллар, но, опять же, несколько опередил Дональд Трамп. Карни сделал свое заявление как раз-таки сразу после открытия американской сессии. Он выступил и сообщил о том, что уже в течение ближайших двух-трех недель он представит абсолютно новый и структурированный план по налогообложению в Соединенных Штатах на ближайшую перспективу. Что это означает? Это означает, прежде всего, то, что Дональд наконец-то перешел к активным действиям. Почему доллар снижался в январе? Во многом от того, что все ждали реальных действий и реальных шагов от избранного президента Соединенных Штатов. Так как одно дело это предвыборное обещание, мы помним, что и Обама в свое время давал очень позитивные заявления по поводу тех мер, которые он предпримет в качестве президента, но затем постепенно-постепенно мы не видели тех шагов, решительных мер, которые были заявлены в ходе предвыборной кампании. И поэтому очень важно было понять, как поведет себя Трамп. И вчера инвесторы получили то, что хотели, а именно заявление о очень скором представлении новой налоговой программы. Напомним, что согласно этой программе планируется усилить протекционизм, то есть поддержку местной экономики Соединенных Штатов. И, конечно же, это оказывает очень сильное влияние на американскую валюту и на американский фондовый рынок в целом. Ну и, конечно, на облигации, но о них мы, пожалуй, сегодня не будем говорить. Остановимся лишь на американской валюте и на фондовом рынке этой страны. Так вот, можно отметить некий парадокс. Некий парадокс, с одной стороны, Трамп заявлял неоднократно о том, что ему не нужен сильный доллар американский, потому что, опять же, если он предполагает политику экспансии, политику поддержки местной экономики и всяческое способствование выводу продукции американских производителей на общемировые рынки и глобальное развитие именно в этом отношении, ему не нужен сильный доллар, так как мы знаем, что для экспортно-ориентированных стран очень важна дешевая валюта, чтобы, опять же, увеличить объем своих продаж. Но, с другой стороны, те заявления, которые делает Трамп в настоящий момент, в течение последних недель, они способствуют лишь укреплению доллара. То есть, вот как раз-таки этот парадокс, несостыковка и будет являться основным интересным моментом, который мы можем отмечать в ближайшее время. По любому развитию событий в ближайшие дни и недели, то есть, те меры, которые будет делать Трамп, так или иначе, будут способствовать укреплению американской валюты. Но, опять же, будет важно отметить, как он будет с этим бороться, потому что, все-таки, отметим еще раз, сильный доллар не входит в долгосрочные планы нынешнего президента Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, угроз для снижения американской валюты сейчас практически нет вовсе. Вчера мы видели довольно слабую статистику из еврозоны. Евро оказался под давлением из-за слабых данных по Германии. Торговый баланс за последний отчетный период, за январь месяц, отнюдь не порадовал. Инвесторов он оказался хуже прогнозов, пусть это не такая важная новость в масштабе, скажем, недельных трендов, но вот в краткосрочной перспективе вчерашней торговой сессии это также оказало дополнительное влияние на пару евро-доллар. Мы видим, что сейчас вновь евро-доллар вблизи важного уровня, который мы отмечали еще в середине этой недели, это отметка 1,0650. И сегодня мы имеем все шансы закрепиться ниже этого уровня. Если вчера мы и позавчера мы наблюдали отскок от этих значений и небольшой рост, локальный рост по евро, опять же, в силу своих причин, там были некоторые незначительные макроэкономические публикации, то вот постепенно все становится на круге своя, что называется, и мы вновь видим тестирование этих отметок. Показатели по Великобритании вчера также были опубликованы, совсем небольшая порция их. Они оказались даже лучше прогнозов, но все это сейчас мало интересует крупных участников рынка. Безусловно, сегодня мы также ожидаем увидеть данные по объему производства в Великобритании, но думается, что и это не окажет того влияния, которого многие ждали. Сейчас есть куда более интересные и более важные факторы, которые оказывают свое влияние на основные валютные пары. Отметим еще раз, что вчера на ожиданиях по поводу пресс-конференции и выступления главы Банка Англии, фунт дорожал в ходе европейской торговой сессии, но растерял все свои набранные позиции в ходе американской торговой сессии. Опять же, главной причиной тому было заявление Трампа, о котором мы уже сказали несколько ранее. Еще очень важный момент – это поведение пары доллар-японская иена. Если вы могли видеть в последние дни график этой валютной пары, то наверняка отметили ту боковую консолидацию, боковой коридор, как его еще называют, который формировался в последние дни. И, безусловно, мы знаем, что характеризуется пара доллар-иена тем, что после неких боковых консолидаций она показывает существенные трендовые движения после выхода из таких фигур. Если мы говорим о графическом анализе, и что произошло вчера? Мы увидели, как удалось покупателям доллара закрепить валютную пару выше этих ключевых значений, то есть выше верхней границы коридора, что способствовало существенному росту. В моменте мы видим, как сразу несколько фигур по этой паре были преодолены. И надо сказать, что мы сегодня имеем все шансы увидеть продолжение этого движения. Опять же, есть точка для открытия длинных позиций, причем с довольно коротким стоп-лоссом. При этом потенциал пары составляет как минимум, может пара пройти еще как минимум до отметки 115.20 иен за 1 доллар. Поэтому призываем вас обратить внимание на эту валютную пару и поучаствовать в этом движении, которое, безусловно, нас может ожидать сегодня. Что касается технических аспектов теханализа по основным валютным парам, опять же, евро, доллар и фунт, доллар, то отметим, еще раз отметим важный момент. Эти инструменты подходят к своим поддержкам ключевым. И если мы увидим их пробой в ходе сегодняшней сессии, это будет довольно плохо для европейской и британской валюты, потому что закрытие недели произойдет в красной зоне, и на следующей неделе мы вновь можем увидеть продолжение роста американской валюты. Отметим, что сегодня мы ожидаем очередной выпуск данных макростатистики из Великобритании и Канады. Маловероятно, что эти данные окажут какое-то серьезное влияние на рынки даже в моменте. То есть мы можем увидеть движение на 30-40 пунктов в течение нескольких минут после публикации данных, но, пожалуй, что не более того. И думается, что вновь на повестке дня и нашим главным инструментом сегодня будет именно теханализ, отработка важных уровней поддержки и сопротивления. Вот это именно то, что давало нам неплохие возможности в ходе этой недели. Потому что отметим, что после важных событий прошлых недель на неделе текущей у нас нет каких-то громких информационных поводов, именно касающихся макростатистики. Да, есть те или иные политические заявления. Мы видели выступления представителей банков Новой Зеландии, Австралии и Великобритании также. Но это не оказывает какого-то серьезного влияния на долгосрочные масштабные тренды. Что мы еще хотели бы отметить? Вновь анонсируем наши инвестиционные портфели по американскому фондовому рынку. Вы могли видеть в ходе вчерашней торговой сессии, опять же, как практически те прибыли по портфелям, которые были сформированы за полторы последней недели, они буквально удвоились в ходе двух торговых сессий. Вот опять же, этому способствовали и заявления Томельда Трампа, и те в целом макроэкономические показатели по США. То есть мы видим неуклонный рост именно этих индексов. Напомню, там отобраны сильнейшие акции из каждого сектора. Это IT-сектор, здравоохранение, ютилити, военно-промышленный комплекс. Это вот именно то, на что можно сделать ставку в текущем году, то есть в более долгосрочной перспективе. Но мы видим, что и в локальные краткосрочные моменты также предоставляются отличные торговые возможности по этим индексам. Поэтому еще раз призываю вас обратить на них свое внимание. В завершении сегодняшнего брифинга анонсируем также и торговый бонус. Как обычно, мы называем кодовое слово, назвав которое своему персональному менеджеру в компании, вы можете получить бонус. Сегодня размер этого бонуса будет 17% от суммы вашего пополнения. И сегодня нашим кодовым словом будет Трамп, потому что главным событием вчерашнего дня стало именно его заявление. Пожалуйста, можете обращаться в компанию за бонусом на специальных условиях. Всем успехов в торговле. Сегодня последний день торговой сессии. Не стоит расслабляться, не стоит пока думать о выходных, потому что будут еще отличные возможности для входа в рынок и участия в сделках. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok